Акула, друг человека. Приморский океанариум предложил найти ответ на этот вопрос. Кто такие акулы, почему их не стоит бояться и как вести себя при возможной встрече с этой рыбой. День акул здесь устраивают впервые. Мы хотим, чтобы посетители дали для себя ответ. Все-таки акулы друзья нам или все-таки враги. Для всех посетителей приготовили много интересного в виде специального маршрута. Путешествие начинается с рассказа про эволюцию жизни в океане. Здесь находятся первые аквариумы с героями праздника. Рассказали и об отношениях между человеком и акулами. И здесь сотрудники постарались развеять миф о чрезмерной кровожадности океанских хищников. Участников квеста познакомились с ближайшими родственниками акул – скатами. И те, и другие – хрящевые рыбы и сильно отличаются от костных. Многие из посетителей не смогли отличить плащеносную акулу от ската. Завершился маршрут у тропического тоннеля, где самая плотная в океанариуме концентрация акул. Это очень интересная вещь. И нужно проводить не только про акул, но можно разнообразить и про всех остальных морских обитателей. Самым маленьким гостям за правильно выполненные задания вручали рубиновые акуле зуб. К финишу их набралось уже на целое ожерелье. Ни одна акула от этой затеи не пострадала. Копии зубов отпечатаны на 3D-принтере. К слову, акулы часто меняют зубы. И те, что живут в океанариуме, тоже. Люди меньше боялись акул и больше за них страх пропал. Они верили, что они не страшны и можно не убивать их и стоять против всего этого браконьерства, которые могут выйти в море и убить белую акулу, снять их зубы и продавать на черном рынке. В конце маршрута участники могли сфотографироваться на фоне акул и выложить снимки в соцсети, где отвечали либо акула враг, либо друг. А самое главное, гости узнали, стоит ли убрать знак вопроса из названия мероприятия. К слову, сами биологи считают, что кровожадный образ акулы слишком преувеличен. Сейчас уже человек становится главным врагом морских хищников. Из-за бездумного истребления некоторые из них оказались под угрозой вымирания или получили охранный статус. Кстати, совсем скоро посетители океанариума смогут увидеть в экспозиции и акул-катранов. Обитатели вот Японского моря. Несколько особей уже отловлены и сейчас проходят карантин. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.